Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня мне хотелось бы поднять такую тему, которая актуальна для многих владельцев участков возле водоемов, участков на сырых почвах, на подтопляемых участках. Это создание цветников вот именно в таких сырых влажных местах. Наверняка вы пробовали высаживать в этих местах традиционные культуры. И достаточно быстро они теряли декоративность. Пионы, розы, к сожалению, эти растения не подойдут для таких участков. Но есть, конечно, возможно, они не такие эффектные, но от этого не менее приятные и красивые растения, которые позволят создать цветники на участках, на которых всегда сыро и влажно. Я сама являюсь обладателем участка с естественным водоемом. И для меня эта тема очень важна. Поэтому я поделюсь с вами некоторым своим опытом. Весну у воды открывают цветки калужницы. Калужница болотная – это растение, которое у нас встречается на территории Белоруссии, России, Украины. На сырых заболоченных участках оно очень часто растет по берегам рек, по заболоченным ольшаникам. И оно отличается очень ярким цветением в начале мая месяца. Цветки у него желтые, желточно-желтые. И чем больше влаги, тем больше цветков на этом растении. Есть сорта калужницы с махровыми цветками и с кремовыми цветками. Но, на мой взгляд, даже обычная видовая калужница придаст просто незабываемую красоту вашему участку в весеннее время. Еще одно растение, оно встречается не очень часто. Но если у вас появится возможность приобрести его, рекомендую. Очень красивое и эффектное растение – триллиум камчатский. Это эфемероидное растение, отличающееся белыми крупными такими цветками. Оно еще имеет название триллиум крупноцветковый. Выглядит оно совершенно необычно. Оно в природе встречается на заболоченных лугах на Камчатке, в Сибири. И если вы его увидите, вы никогда не забудете его. Рекомендую попробовать найти его и вырастить на своем участке. Если ваш водоем имеет такие пологие и такие слабо подтопляемые берега, вам подойдет неплохо такое ползучее растение, как вербейник монетчатый. Или луговой чай называется это растение. Это почвопокровное растение, которое цветет в начале лета желтенькими некрупными цветками. Но у него есть очень красивая декоративная форма с золотистыми листьями. Оно сохраняет золотистость на протяжении всего сезона. И на сырых таких влажных почвах это растение просто пышет здоровым и красотой. Это растение стоит попробовать вырастить, оно очень эффектно. Еще один родственник вербейника, это вербейник ландышевый. Отличается ползучими корневищами и достаточно высокими такими стеблями высотой до 30-60 см. То есть в зависимости от того, в каких условиях растение это растет. Это растение очень интересно. Цветки у него мелкие, белые и собранные в такие длинные кистевидные соцветия, имеющие интересный, очень характерный изгиб, напоминающий изгиб шейки лебедя или гуся. И в Англии это растение получило название гусиные шейки. Цветет оно летом и выглядит очень интересно. Попробуйте вырастить на своем участке. Единственное, что это растение немножко такое ползучее, но если площадь вашего участка большая, то в принципе вы можете выращивать без особых ограничений. Вербейник точечный очень часто встречается в озеленении и отличается желтыми крупными цветками, которые собраны на конце побега в достаточно крупные такие соцветия. Это растение очень неприхотливо. Оно растет практически как сорняк. Мне оно очень нравится, потому что оно яркое, не повреждается никакими вредителями, никакими болезнями. Это растение просто находка для ленивого садовода. Поэтому если у вас нет времени тщательно ухаживать за этим участком, то рекомендую вам посадить вербейник точечный. Кроме того, приятный контраст этому растению может составить такое растение, как лунник оживающий. Это растение встречается в природе на территории Европы, Евразии, по берегам рек, на заболоченных таких закустаренных местах. Оно цветет в мае месяце нежно-сиреневыми, очень душистыми, приятными цветами. Оно относится к семейству крестоцветное, поэтому цветки такие, ну не очень какие-то такие интересные, простые, достаточно из четырех лепестков состоят. Но этот вид растений можно использовать как сухоцветы. После того, как растение отцветает, осенью на нем образуются плоды. И когда плоды созревают, рассыпаются, осыпаются створочки вот этих стручков. И вы видите вот такие интересные перламутровые вот эти перегородочки остаются. Их можно использовать для каких-то зимних букетов, для флористических каких-то композиций. Само по себе это растение очень интересное, и мне нравится очень, как оно пахнет. Я люблю тушистые цветы. Если же хочется больше цветов, если хочется более ярких цветов, более крупных цветов, то, конечно, лидерами для влажных таких вот заболоченных участков будут различные виды ирисов. Но не все виды ирисов подходят для заболоченных почв. Прежде всего, самый главный из них это будет ирис болотный. Он так и называется – болотный. В природе это растение встречается по берегам рек, различных прудов, водоемов. Но чаще всего вот именно там, где текучая, не очень быстрая вода, цветет он ярко-желтыми, достаточно крупными цветами. Растение само по себе пышное, крупное такое. Листья у него хорошо сохраняются до глубокой осени. Поэтому растение имеет смысл вырастить. Кроме того, у него имеются сорта с кремово-желтыми цветами и сорта с коричневато такими желтыми цветами. Но в принципе, даже видовой ирис болотный, он прекрасен. Он просто прекрасен. Еще один вид ирисов, который можно использовать в таких местах – это ирис сибирский. Он встречается на заболоченных лугах. Поэтому он очень хорошо выносит частичное такое подтопление и достаточно хорошо растет, размножается. Причем, если у вас достаточно света, то вы можете выращивать и сортовые сибирские ирисы. Сейчас селекционеры, конечно, потрудились на славу. И имеется просто огромное количество сортов сибирских ирисов с различными совершенно необычными окрасками. И есть и розово-окрашенные, и коричнево-окрашенные цветы. Двухцветные, некоторые сорта имеют очень приятный запах. Поэтому рекомендую попробовать. Начните, конечно, с видовых растений. Я думаю, они вам просто придутся по душе. Затем попробуйте вырастить и более интересные какие-то сорта. Если климатические условия вашего региона позволяют, обратите свое внимание на японский ирис или ирис мечелистный. Это традиционное растение, которое имеет большое символическое значение в садоводстве Японии. Как оказалось, оно достаточно неплохо переносит в последнее время условия даже Белоруссии. Хотя в свое время считалось, что сорта японского ириса слабо зимостойки. Но, в принципе, последние годы достаточно мягкая зима позволяет без потерь переносить этим растениям зимовку. Единственный момент. Не стоит высаживать японские ирисы осенью. Вот если сибирский ирис лучше размножать и делить осенью именно, то японские ирисы все-таки отжалейте год, потеряете цветение. Но лучше их делить, размножать, высаживать весною, чтобы они успели хорошо укорениться до наступления холодов. Есть, конечно, и другие цветы, которые позволят создать вам интересный цветник в заболоченном месте. Одним из таких цветков является таволговизолисная. Это обычное луговое растение средней европейской полосы. Оно встречается вдоль рек, на каких-то таких вот заливных лугах. Это растение душистое, отличается такими мелкими кремово-бежевыми цветками в крупных соцветиях. Есть сорта с розовыми цветками и есть сорта с махровыми цветками. Это растение достаточно крупное и может достигать высоты полтора-два метра иногда даже бывает, если хорошее очень плодородное условие. Но в целом, как правило, высота его не примышает метр двадцать. Это растение очень хорошо как фон. Еще одно такое царственное, величественное растение для влажных участков – это дягель лекарственный. Растение – это двулетнее, и поэтому оно не очень часто встречается у нас. Его редко используют в озеленении, хотя растение – это очень популярно в садах природного стиля, очень популярно среди английских садоводов. Оно отличается таким монументальным своим видом, имеет такой плотный, крепкий стебель и соцветия у него такие округлые зонтики с многочисленными зеленовато-кремовыми цветками. Растение душистое и очень интересное. Если вы найдете семена этого растения, попробуйте вырастить, оно вас наверняка впечатлит. Из мелких цветов, которые способны создать цветовой аспект на заболоченных участках, можно порекомендовать веронику колоссистую. Сорта вероники колоссистая, которая в обычном видовом состоянии имеет синие или голубые цветки, могут быть с белыми или розовыми цветками. Растение это очень неприхотливо, оно хорошо разрастается и на достаточно сухих почвах, но оно также очень хорошо переносит и частичное подтопление. Во второй половине лета в сырых местах очень часто мы видим растение, которое создает такой малиново-пурпурный цветовой акцент. Это дербенник иволисный или плакун трава оно еще называется. Это растение также очень интересно, оно очень хорошо и длительно цветет. Кроме того, это растение является отличным медоносом. Если же вам нужно поддержать свой заболоченный цветник растениями, которые имеют длительную декоративность листьев, то можно порекомендовать такие растения, как ажика лесная. Это невысокое растение, которое образует аккуратную кочку листиков зелененьких таких. Его можно использовать вдоль небольших водоемов. Очень интересно смотрится асакар жавопятнистая. У нее есть сорта с белой каймой по краю листа. Растение это немножко ползучее, но все равно оно сохраняет красивые такие розетки высотой до 25 сантиметров, на особо плодородных почвах до 30 сантиметров оно достигает высоты. Растение это очень интересное, красивое, и оно сохраняет зелень на протяжении всего года. То есть оно зимует с этими красивыми листьями. Еще одна асака, которая не расползается, а сохраняет аккуратные красивые кочки, это асака девола. Растение это редкое, оно является охраняемым на территории России, на территории Беларуси. Но если вам посчастливится найти это растение в продаже, рекомендую обязательно высадить у себя на участке, потому что кочки этой асаки, они просто прекрасные. Они такие нежные, такие воздушные, очень красивое растение. Рекомендую попробовать его вырастить у себя. Если вы хотите, чтобы ваш цветник сохранял декоративность даже в осенне-зимнее время, высадите такое растение, как ситник развесистый. Растение это имеет такие трубчатые стебли зеленые, которые сохраняют свою зелень на протяжении всего года. Цветки у него невзрачные, но тут и не нужно этих цветков. Сама структурная форма вот этого растения и его такое строгое строение придают декоративность участку даже в тот момент, когда все цветы спрятались и никакой красоты больше нет. Еще одно растение, которое может поддержать ситник на вашем участке, особенно если у вас крупный водоем, это камыш озерный. Он напоминает по своему внешнему виду ситник, но такой увеличенный в три раза. То есть это растение крупное, у него достаточно такие толстые стебли диаметром до сантиметра и высотой до двух метров. Это растение может расти как будучи погруженным в воду, так и на бережку оно растет. Вообще в свое время на полесье из листьев камыша озерного плели корзины. Это очень интересное, красивое растение. Также можно порекомендовать для выращивания на заболоченных участках дармиру щитовидную, бадан толстолесный, раджерсию, различные ее виды и многие другие виды растений. Но я думаю, что на сегодня информации достаточно, что тема, которую я подняла, была достаточно актуальной, и вы найдете для себя решение по озеленению вашего красивого участка. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.